МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завалили снегом и поломали памятники. Последствия работы коммунальщиков на кладбище Бодолык. И развязка истории рожденного в СССР. Почему смена паспорта не освобождает от кредитов? И как легально уйти от долгов? Обсуждаем в прямом эфире. Начинаем с трагических новостей этого вечера. Актер от Бога, руководитель по любви. Российский и советский актер, народный артист СССР, руководитель одного из лучших российских театров АМХТ имени Чехова, Олег Табаков, скончался на 83-м году жизни в Москве. По информации СМИ, актер умер в окружении семьи в госпитале. Последние несколько месяцев Табаков находился в больнице. В конце декабря его ввели в искусственную кому, для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого уже не узнавал. В январе известного деятеля искусств подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Также Табаков является одним из основателей театра «Современник». Актер известен по картинам «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», «17 мгновений весны», «Москва слезам не верит». В общей сложности Табаков сыграл порядка 130 ролей в кино. Давайте вспомним самые яркие из них. Мне кажется, что обои в доме возмутительно пестрые. Это неприлично для добропорядочного английского дома иметь такие обои. Я заказала вам новые. Вот образец. Девочка, ко мне! Быстро! Стоять! Мальчик, стоять здесь! Ну, хороши! Надеюсь, вы еще не разучились клеить обои. Старею, старею. Два раза ошибиться в одном и том же человеке такого особо раньше не было. Решайте же. В ваших руках будущее синематографа. А куда мы едем? Ко мне. Как тебе? Нет, к тебе я не поеду. Перестань, труси. Для нас дочки еще пять дней будут на юге. От меня, как проклятого, отзывают, не дают и гулять. Нет, Володя, это неудобно. Удобно. Посмотришь, как я живу. Добавлю свои соболезнования. Семье Олега Павловича уже выразил президент России Владимир Путин. К словам благодарности за огромный вклад в культуру присоединились и поклонники, артисты, и огромное количество его коллег. Директора Большого театра Владимир Урин назвал Табакова личностью грандиозного масштаба. Человеком, который все, за что он брался, делал исключительно талантливо. Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. Серьезные проблемы со здоровьем у красноярской спортсменки накануне стали поводом для скандала вокруг универсиады. Во время тестовых соревнований красноярская лыжница получила серьезную травму. И теперь под вопросом и качества трасс для игры, и качества медицинской помощи, которая была оказана спортсменам. Подробнее расскажет моя коллега Маргарита Дюбанова. Это тестовые соревнования перед универсиадой в Бобровом Лагу. Они проходили с 5 по 9 марта. Из 17 регионов страны в Красноярск приехали более 150 спортсменов. Организаторы отчитали, что все прошло гладко, как универсиаде готовы. Но спустя несколько дней выяснилось, что шесть участников получили травмы. И одна спортсменка очень серьезная. Во время спуска победительница двух универсиад, чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова сломала голень, а позже уже в больнице потеряла память. Журналист Андрей Агафонов написал об этом на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в БСМП помощь оказали не своевременно. На просьбу сделать рентген доктор ответил, рентгена нет. Предпраздничный день, все отдыхают. На следующий день Дарья Овчинникова впала в кому. Родственникам сказали, что, возможно, у нее жировая эмболия. От жировой эмболии можно умереть за несколько часов. В целом смертность 10-20%. 7 марта операцию Даши не делают. Она лежит на растяжке в реанимации. Родственников туда не пускают. Диагноз на сайте БСМП. У пациентки Овчинниковой до сих пор перелом голени. Отлично подготовились к универсиаде. Нам удалось связаться с братом Дарьей Алексеем. Он навещал ее в день, когда все случилось. Он рассказал, что состояние сестры ухудшалось постепенно. Сначала она была в сознании. Днем, ближе к вечеру, она лежала, молчала, дергалась и стало плохо. Она сказала это врачу. Врач сказал, что это просто шок у нее. Что она не может смириться с тем, что она ногу сломала. Ну и все. Мы тоже это приняли как правду. Потом так получилось, что она вечером вообще к ней пришла подружка. Она ее даже не узнала. Не узнавала никого даже вроде мамы. Только после этого девушку перевели в реанимацию и поставили диагноз «жировая эмболия». Она возможна в 10% случаев при переломе трубчатой кости. И по словам врачей, предотвратить это нельзя. При этом, как уверяют медики, как только спортсменка поступила в БСМП, ее обследовали, сделали компьютерную томографию. Дополнительно еще сделал не один раз рентген снимок кости голен, потому что травматологам им не устраивает их для проведения оперативного вмешательства, для правильного наложения скелетного вытяжения, для правильного гипсования. Им нужна фотофиксация. Оперировать или нет в день травмы, этот вопрос дискутабельный. Спросите двух травматологов, у них будет три разных мнения. Решать, когда делать операцию спортсменки, будут в среду. Но медики настаивают, сделали все необходимое. Также будут работать и во время универсиады. В дирекции зимних игр тоже ничего критичного не видят. Спортсмены всегда травмируются. Однако многие участники соревнований отмечали, что трасса подготовлена плохо, вместо снега на спуске был лед. Очень сложно на таком снегу тренироваться выступать, потому что намного больше усилий надо прикладывать. Я ехала просто на технику. Я не хотела скорости, потому что лед – это не так хоть сто ошибок сделать, но тебя все равно разгонят при таком льде. Ну, это каток. В дирекции универсиады уверены, сколько спортсменов, столько и мнений. О подготовку трассы оценивали эксперты. Есть профессионалы, которые имеют опыт больших, крупных спортивных мероприятий. И они подготовили трассу на высочайшем мировом уровне. Трасса, да, была жестковатая местами, но так и делается на больших, крупных мероприятиях. Только они, как профессионалы, могут оценить, какого уровня является трасса. И только они, как судьи, могут принять решение допускать или не допускать трассу. Тестовые соревнования – это как лакмусовая бумажка масштабных международных соревнований. И пока итог такой, какой он есть. А тестовые соревнования продолжатся. Маргарита Дебанова, Владимир Антонов, Николай Чистяков. Новости ТВК. Паспорта СССР в России официально не выдают, а любые похожие документы не являются официальными. Так, в Красноярской полиции сегодня прокомментировали историю Сергея Купарева из Зачинска. Он, напомню, в прошлом году за 4000 рублей купил в интернете паспорт Союза Советских Социалистических Республик. Мужчина сделал это в том числе и для того, чтобы не платить по многочисленным кредитам. Но в Красноярском главке МВД пояснили, паспорта СССР официально перестали печатать в 1997 году. Любые книжки, на которых изображен герб СССР, выданные после этой даты, никакой официальной силы не имеют. Их продают в интернете исключительно ради наживы. И тем более, такие документы не избавят от обязанности платить по кредитам. Существуют ли легальные способы избавиться от долгов по кредитам? Об этом прямо сейчас спросим специалиста. С нами на связи по телефону финансовый эксперт Анастасия Потекина. Анастасия, к вам главный вопрос. Существуют ли те самые легальные способы? Поэтому, конечно, можно пытаться хитрить, пользоваться на свободной квази юристов, которые обещают уход от кредитов. На самом деле, все это связано с определенными нарушениями докладательств. Но вот эти квази юристы, они же как раз и убеждают обычно людей в том, что все честно, все по закону. Как тогда заподозрить, что фирма обманывает, ни от каких кредитов она не избавит? Ну, в принципе, обещание избавить от кредита само по себе уже держать с достаточным основанием, подозревать, что что-то здесь не чисто. Хотя я понимаю, что мне вряд ли услышит большая часть аудитории. Но, тем не менее, если некий консультант обещает вам возможность уйти от кредита и вообще не платить совершенно законно, уже, в принципе, считается не совсем достоверным его обещание. Ну, видимо, наверное, вообще лучше к ним не облащаться. Это главный совет. Ну, а куда тогда идти? Какой вот здесь главный совет людям? Главный совет все-таки, если возникли реальные проблемы суть от кредита, связанные, например, с тем, что у нас ухудшились жизненные условия, все-таки в первую очередь вступить в банк. Честно предупредить о том, что возникли сложности. Примерно сообщить о том, насколько они временны, невременны, если какой-то период окончания. И попытаться рефинансировать, реструктуризировать долг, рефинансировать кредит, возможно, на более выгодных условиях. Это первый и самый главный шаг. Если вы приходите совершенно спокойно, со всеми документами, объясняете, что возникла вот такая ситуация. Я сейчас, например, не могу полностью гасить тело кредита, я могу только платить какое-то время проценты. Банк, скорее всего, пойдет к вам навстречу. Если вам отказал конкретный операционист, конкретный специалист, значит, идите дальше и все-таки доходите до какой-то точки. Спасибо большое за этот комментарий. Эту тему мы продолжим обсуждать сегодня в выпуске. Как вы относитесь к кредитам? Как думаете, можно ли в условиях существующей экономики вообще обходиться без них? Ваши ответы мы уже ждем на СМС-сервисе 9020, в группе новостей ТВК ВКонтакте, а также в Вайбере, Ватсапе, Телеграме. Наш номер прежний 8 923 1 65 45 00. Уже вижу активную дискуссию ВКонтакте на эту тему. Кто-то пишет, что мой кредит уже передали приставам, они уже вычитывают СЗП. Это правительство поставило людей на колени, подсадило на кредиты. С такой зарплатой прожить без кредитов невозможно. А банки пользуются положением и крутят такие проценты, что потом и не выкарабкаться. Массу народов гоняют в долги. Вот такие есть мнения. Без кредитов никуда. Опять же, следующий человек нам пишет, что говорит даже красноярский бюджет в кредите от части коммерческих банков. Что думаете, вы пишете, в том числе после рекламы? Мы продолжим читать ваши сообщения и будем общаться с гостем, экспертом на эту тему. Вы смотрите «Ночные новости ТВК». Мы продолжаем прямой эфир и прямо сейчас будем говорить о финансовой грамотности и безграмотности. На студии эксперт в этих вопросах Елена Севастьянова, которая является завкафедрой экономических теорий СФУ. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам все-таки первый вопрос, как к эксперту. Почему у нас все больше становится историей тех людей, которые так или иначе пытаются убежать от кредитов, найти какие-то фирмы, что-то сделать, чтобы не платить? Ну, потому что все больше развивается рынок кредитования. С одной стороны. С другой стороны, люди не повышают свою финансовую грамотность, не рассматривают все условия, при которых они берут кредиты и как они будут их выплачивать. И вот из-за этого и возникают такие ситуации все больше и больше. Проблема в том числе и с коллекторами, которая говорит о трагедиях семейных, она связана, скажем, не выросла сама по себе, она связана с вот этой финансовой безграмотностью и с финансовым безграмотным поведением. Это нашей страны ситуация или в целом какая-то мировая тенденция? Ну, вообще Россия по исследованиям экономистов одна из наиболее, к сожалению, неблагополучных в этом плане. И по исследованиям 2014 года только 3,7% россиян правильно отвечают на три простейших вопроса, касающихся финансовой грамотности. Какая-то ничтожно маленькая цифра. Давайте попытаемся ее изменить. Расскажите, как человеку взять кредит, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда он не может его выплатить? Ну, прежде всего, человек должен хорошо понимать цель, для чего он берет кредит, и понимать сумму, которая ему нужна. И должен рассчитать, исходя из своих доходов, какую часть денег он может откладывать, чтобы оплатить вот эту цель. И если он еще берет кредит к тому же, то он должен добавить проценты по кредиту, это минимум 20%, вот к той сумме, которую он будет откладывать. Поэтому он должен, во-первых, подумать, а стоит ли ему брать кредит, сможет ли он выплатить, и настолько ли ему нужна эта вещь. А во-вторых, должен предусматривать и наихудший вариант развития событий, и в этом случае должен понимать, как действовать, и чтобы в том числе не попасться на вот эти мошеннические предложения и не уйти в еще большую долговую яму. Ведь многие думают, что вот если потом у меня что-то случится с работой, я приду в банк, скажу, что вот сейчас такая ситуация, и извините, я не могу дать мне там рассрочку, рефинансирование, еще что-то. Ну, прийти в банк он на самом деле человек может, и большинство банков, практически все банки идут всегда навстречу, но ему не надо ни в коем случае допускать задолженность. Он должен прийти заранее и договориться с банком либо о реструктуризации, либо просто объяснить свою ситуацию. А вот если он довел дело до суда, то суд уже точно не будет рассматривать тяжелое финансовое положение, возникшее по любым причинам, как веский довод не платежей. Суд все равно встанет на сторону финансовой организации. Вот это, например, согласно Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года, вот данная... Как раз таки в работе, да? Да, невозможность оплатить, исполнить свои обязательства из-за тяжелого финансового положения, вызванного разными совершенно случаями, в том числе и у теории работы, оно не является веским. Поэтому на это точно рассчитывать не надо. Обращаться в банк обязательно нужно. Именно в банк, не через каких посредников, чтобы не нести лишние расходы. Я правильно понимаю, что главный совет тому человеку, который ваш предыдущий совет не послушал и все-таки неправильно свои силы рассчитал, это идти в банк, если он даже чувствует какие-то еще сложности, даже они еще не наступили? В любом случае он должен повестить об этом банк, и банки пойдут навстречу, потому что при возникновении задолженности они резервируют примерно в два раза большую сумму у себя на счетах, это им невыгодно, поэтому банки однозначно будут рассматривать варианты решения проблемы. Ну а то, что происходит пока, только нам кажется в публичном пространстве, или статистика тоже об этом говорит, что пока люди чаще склонны искать некие советские паспорта, лазейки, фирмы-посредники и еще кого-то? Ну вот, исходя из того, что финансовое мошенничество сейчас очень развито, да, люди, к сожалению, пока стараются избежать своей ответственности, вместо того, чтобы попытаться решить вопросы напрямую с банками или с соответствующими органами. Печальная статистика, но спасибо большое вам за ваш комментарий, за то, что помогли разобраться в этой теме, в том числе и о кредитах. Речь сегодня пойдет далее в нашей рубрике «Новости коротко». И начну с новости для тех, кто в ближайшее время планирует взять кредит. Уже в мае этого года банки прекратят выдачу кредитов для наиболее рискованных заемщиков. Банк России пересмотрит шкалу так называемых повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам. Сейчас они варьируются в диапазоне от 1 до 6 при полной стоимости кредита свыше 20%. Однако новый проект предполагает понижение границы до 15%. По словам экспертов, такие изменения могут быть и позитивными, поскольку в некоторых случаях может снизиться и ставка кредитов. Однако сейчас они необходимы, такие действия для сохранения сдерживающей политики в сегменте необеспеченного кредитования, так как долговая нагрузка населения сейчас находится на относительно высоком уровне. И к другим темам. После долгих выходных дорожные полицейские подвели итоги рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Они прошли в железнодорожном и Октябрьском районах города. Во время двухчасового перекрытия улицы Копыловой, перекрестка улиц Тотмина и Попова, в ночь с 8 на 9 марта правоохранители поймали четырех пьяных владельцев. Авто из них трое мужчина. Единственная женщина находилась за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Всего же за выходные с 8 по 11 марта остановили 90 нарушителей, и 14 из них привлекаются повторно, им грозит уголовная ответственность. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о кредитах. Берете вы кредиты или считаете, что можно обойтись без них? Ждем ваши сообщения. Будем читать после рекламы. Вы смотрите Ночные новости ТВК. Мы продолжаем сегодня разговор о кредитах. Как к ним относитесь вы? Берете кредиты или справляетесь без них? Ждем ваши СМС-сообщения. Пока вижу вот такое мнение на СМС-сервисе. Надо иметь здравый ум и расчетливую голову, прежде чем брать кредит. Но если еще к этому добавить мнение нашего эксперта, который был сегодня в студии, нужно еще несколько раз подумать, а так ли он вам этот кредит нужен. Есть у нас сообщения от тех, кто считает, что доступность кредитов разбаловала население. Сейчас у каждого второго кредита, неважно на что, на телефон, на утюг или на чайник. Все берут в кредит, не рассчитывают абсолютно на свои силы. И есть у нас мнение о том, что является еще большим злом, чем кредиты, а именно, по мнению нашего зрителя, микрозаймы. Это самое страшное, что придумал русский человек в последнее время. Более кабальных процентов и самой страшной системы выбивания долгов придумать нельзя. Кредиты берут все, не только мы, но и люди государства. В том числе и есть сообщения от представителей бизнес-сообщества, которые говорят, что сейчас кредиты у нас хоть и разрекламированы, но для того же бизнеса не являются такими доступными. И вот как раз люди, которые нуждаются в деньгах для развития дела, они их получить и не могут. Продолжим читать ваше мнение. Пока к другим темам. Под двухметровыми сугробами оказались захоронения на кладбище Бодолык. Сделали это работники компании, которая обслуживает погост. Ну а самое проблемное. В западной стороне кладбища после чистки снег свалили прямо на могилке. Подобраться к ним до тепла будет теперь невозможно. К тому же под тяжестью груза многие памятники могли просто упасть и сломаться. В этом случае, говорят в департаменте горхозяйства, нужно обратиться к смотрителю кладбища, вместе с ним составить акт и с ним же обратиться в суд. По контракту управляющая компания обязана возместить ущерб за свой счет. Новая российская звезда в фигурном катании зажглась на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Александра Трусова впервые на официальных женских соревнованиях прыгнула четвертной тулуп. 13-летней спортсменке удалось то, что не могут выполнить ее более взрослые и именитые спортсменки. В том числе и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Более того, Александра установила еще один рекорд. Она исполнила четвертной тулуп и четвертной еще один оборот на одном катании. Оба прыжка судьи оценили на отличном. Турнир новая российская звезда выиграла. К слову, в этом сезоне она победила во всех соревнованиях, в которых участвовала. Это ночные новости ТВК. Мы готовы подвести итоги сегодняшнего обсуждения. Говорили о кредитах. И пока у нас большинство мнений. Это позиция о том, что кредиты – это, конечно, зло. Но без этого зла прожить в стране, к сожалению, пока невозможно. И в том числе представители бизнеса сейчас пишут чаще всего о том, что ни одно дело нельзя сейчас сделать, не прибегая к заимствованным каким-то деньгам. Вся страна живет в долг. Есть такие расходы, которые нельзя урезать с одной зарплаты и вытянуть их невозможно. Это лечение, это сбор ребенка в школу, даже осага на машину. Многим сейчас не по карману оформить без кредита, да и квартиру без долгов купить нереально. И есть у нас позиция от зрительницы Софии, которая пишет о том, что и государству, наверное, выгодно, чтобы люди так жили в кредит. И не рассчитывали на собственные деньги, были в некой зависимости. И на этом, наверное, мы завершим сегодня эфир. Главный вывод сегодняшнего дня – это лучше, наверное, не брать кредиты, чтобы быть в безопасности. На этом мы закончим, но увидимся с вами уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова